Здравствуйте! Следующий урок — информационные блоки. Информационные блоки — это модуль в 1S Bittrex, который позволяет реализовывать функции сайта, связанные с выводом динамической информации. Например, это новости, каталоги, вакансии, списки мероприятий и так далее. Информационные блоки — это один из основных инструментов в реализации проектов на 1S Bittrex. Существует большое количество готовых компонент, которые работают с этим модулем, и закрывают много стандартных задач по выводу динамической информации. Зачастую в простых проектах для реализации функции требуется создать и настроить информационные блоки, выбрать типовые компоненты для вывода информации и сделать свои шаблоны компонент. Основные объекты, с которыми работает разработчик — это информационные блоки и элементы информационных блоков. Информационный блок можно рассматривать как аналог таблицы базы данных, которые создается и управляются в административном интерфейсе. Давайте перейдем в раздел «Контент». Здесь мы можем наблюдать типы информационных блоков, например, новости, товары и услуги, в которых расположены непосредственно информационные блоки. Перейдем, например, в информационный блок «Новости». Здесь мы можем наблюдать элементы информационного блока. Они являются аналогами записи в таблице базы данных, для работы с которыми можно использовать не только готовые компоненты, но и соответствующие API-функции. API-функции представлены в документации. Давайте откроем их и посмотрим. Итак, откроем модуль информационных блоков. «Классы». Здесь представлены классы, работающие с модулем. Откроем класс CI-блока «Element». Это класс, который работает с элементами информационных блоков. Здесь представлены методы класса, ряд из которых аналогичны запросам в MySQL, например, такие как «Get List». Это аналог запроса «Select» для получения списка элементов. Достаточно большой функционал по параметрам выборок. А также «Add», «Update» и «Delete». Это операции, которые выполняют соответствующие своим названием операции. Работы с элементами через API мы рассмотрим в следующих уроках. Давайте обратим внимание на ряд настроек информационного блока. На примере инфоблока «Продукция», в типе инфоблока «Товары и услуги». Здесь присутствует ряд настроек. Обратите внимание на символьный код. Он используется для получения информации из информационного блока. Задается латиницей. Далее обязательно нужно привязать инфоблок к сайту. При многосайтовости это может быть привязка к нескольким сайтам. Название определяет инфоблок в административном разделе и используется в построении цепочки навигации. Далее настройки шаблонов путей. Это важная настройка для верного построения ссылок. Например, из списка новостей на детальную страницу новости. Важно настроить шаблоны верно для работы компонент и поиска. Мы рассмотрим это, например, в дальнейших уроках. Далее настройка индексации. Она по умолчанию включена. Это значит, что разделы «Элементы» попадают в поисковый индекс системы и участвуют в поиске. Если информационный блок используется для хранения информации, которая не выводится в публичной части сайта, то лучше эту опцию отключать. Далее вкладка «Поля». Здесь используется… здесь показаны ряд стандартных полей. Можно задать обязательность и ряд других настроек. На следующей вкладке «Свойства» можно создать необходимые наборы полей для информационного блока. Здесь мы можем наблюдать некоторые свойства. Например, свойства «Специальное предложение», «Цена», «Акция», «Новинка». Они необходимы для реализации каталога. Свойства обладают рядом параметров. Например, символьный код «Свойства». Его лучше задавать в верхнем регистре, так как это особенность разработки. А также опция «Использование данного свойства» в фильтре. Давайте зададим эту опцию для свойства «Артикул». Переходим в настройки «Свойства» и ставим галочку «Выводить на странице списка элементов поля для фильтрации по этому свойству». Сохраняем. Далее, следующая вкладка — это поля разделов, аналогично вкладке «Поля» для полей элементов. Далее, это «Право доступа». По умолчанию для инфоблока, который был создан, нет доступа для всех пользователей. Необходимо изменить на чтение для публичной информации, иначе информация из инфоблока не будет отображаться в публичной части, не считая администратора. Стоит обратить внимание на то, чтобы при создании проекта проверяли сайт также не авторизованные пользователи. Следующая вкладка — это «Подписи». Позволяет задавать название разделам и элементам в административном разделе. Давайте переименуем элемент в «Товар» и в дальнейшем посмотрим, как это отобразится в административном разделе. Далее, вкладка «Журнал событий». Это позволяет анализировать, кто вносил изменения. Полезно включить для важной информации. Теперь перейдем во вкладку «Инфоблок». Здесь стоит отметить важную опцию — это настройка хранения свойств. Возможно хранить свойства в отдельной таблице, так называемой инфоблоке 2.0. Это дает возможность оптимизировать скорость работы с элементами информационных блоков. Например, с помощью создания дополнительных индексов в таблице базы данных по значению свойства, часто участвующих в выборке. Итак, для удобства администрирования важно делать соответствующие настройки интерфейса. Для каждого информационного блока они индивидуальны. Например, настройка вывода списка элементов. Это список элементов инфоблока «Продукция», то есть товары. Поэтому давайте выведем здесь некоторые свойства этих товаров. В данном случае, например, свойства «Артикул» и «Материал». Сохраним. Итак, мы видим, что для каждого элемента выведены соответствующие свойства. Мы помним, что делали настройку вывода свойства «Артикул» в фильтре. Давайте выведем это свойство. Вот оно появилось. И теперь можно воспользоваться фильтром по этому свойству для того, чтобы отфильтровать элементы. Давайте отфильтруем по вот этому значению. Соответственно, у нас нашелся один элемент с этим значением артикула. Теперь переходим на детальную страницу. Здесь мы видим редактирование элемента информационного блока этого товара. Обратим внимание на вкладку «Товар», на надпись «Товар». Здесь на надпись «Товар» — это подписи, которые мы меняли в настройках информационного блока во вкладке «Подписи». Есть возможность редактирования формы, которая представлена здесь. Давайте отредактируем ее для удобства и сделаем только две вкладки. Удалим текущие вкладки. «Анонс», «Подробно», «Разделы и дополнительно». Оставим вкладку «Товар», в которой будут выводиться все свойства, которые необходимо редактировать. Также перенесем сюда «Свойства разделы», «Сортировку» и «Символьный код». Удалим отсюда начало активности и окончание активности. Для товаров оно не особо важно. Создадим здесь еще дополнительную вкладку, назовем ее «Описание». И перенесем сюда все свойства, отвечающие за описание данного товара. В данном случае это картинка и описание для анонса и детальная картинка и детальное описание. Итак, мы настроили две вкладки с соответствующими полями. Давайте сохраним и посмотрим. Также стоит обратить внимание на следующую опцию. Можно установить данные настройки для всех пользователей, которые пользуются этим инфоблоком. Давайте ее поставим. Это значит, что администратор или контент-менеджер, который будет заполнять этот инфоблок, будет видеть данную форму именно в таком виде, в каком мы сейчас ее настроим. Итак, мы видим две вкладки «Товар и описание». В первой вкладке представлены все свойства и, соответственно, во второй вкладке представлено только описание для данного товара. Таким образом, разработчик должен настраивать каждый информационный блок под удобство администрирования. Обратим внимание. «Товар и описание информационных блоков» с помощью компонент и API-функций. Котта Гор Tä Товар и описан Продолжение следует...